друзья доброе утро сегодня у нас у нас сегодня добрейшее утро и мы начинаем интереснейшую передачу очень интересную свадьбы 21 века спасибо за тем кто успеть там придется на лайк программу нашу напрямую интрансляцию или те которые могут посмотреть как всегда наши передачи наши творческие нашей архив ленте где можно выбрать себе специфическую тематику для вашего интересного продолжительного тематического телевидения можно заменить сегодня инстаграмом фейсбуком и так далее так далее вы взяли специфику инстаграма почему потому что это лайк программа и нельзя отрезать подрезать докладывать унижать там что там цвета подделывают разделывать там и так далее так далее то есть выражение life life есть life и так друзья я представлюсь сегодня леди сверст это моя напальница моя супруга многие года многие декабря вторую лет мы на манеже с ней это марина вы представьте пожалуйста и поприветствуйте нашу добрый день друзья меня зовут марина дель и сегодня мы с джорджем вместе в эфире подготовили очень интересную тематику для нашей беседы а какую джордж сейчас нам расскажет да тематика ребята здравствуйте еще раз эта тематика свадьбы 21 века или мероприятия 21 века то есть мы будем говорить о всех праздниках понемножку понемножку всего понемножку говорить и почему именно свадьбы 21 века и так как мы находимся в германии скромной нашей республики баварии деревенская республика ребята не думайте что бавария это говорят сказка везде пишут что сказка 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 всех веков ему и народов я скажу честно бавария отличить отличается тем что здесь ничего нету ни заводов не фабрик здесь все экологическая и сказка про за сказка леса поля форели хотите горы альпийские наслаждайтесь приезжайся естественно мы здесь самое главное и сама бавария сама немножко неспокойно потому что если брать историю викинги когда-то были вот начались помните дать все отсюда началось когда были очень спокойны воровали как говорится первых графе не воровали друг у друга в государства тоже отсюда отсюда это пошло и так далее так далее и так ребята свадьбы 2 21 века мы будем перепрыгивать и вести на трех языках это русские немецкие английские так как сегодня очень наши публики наших клиентов которые выросли и растут уже больше 20 лет германии те которые родились в нашем советском союзе или в россии уже или других союзных русскоязычных республиках хорошо говорят по-русски но пишут плохо слушать музыку очень часто с удовольствием русскоязычную поэтому будем говорить для многих также на немецком языке это моя специфика и английский язык это будет делать марина так как она про больше двадцати лет двадцать три года прожила в англоязычной странах на востоке мы сами оба с востока центральной азии а вот откуда об этом время скажет на двух языках продемонстрируйте пожалуйста ваш восточноевропейский русский язык ваш английский так пожалуйста марина дель пару секунд на манеже спасибо большое как джош уже упомянул мы оба родом с из центральной азии я из казахстана джош из таджикистана таким образом конечно азия азиатская культура находится очень ими и занимает очень большое место в нашей жизни в нашем сознании в нашей крови но также поскольку джош уже более 30 лет живет в германии я прожила более 20 лет дубай в объединенных арабских эмиратах это англоязычная страна на удивление поскольку дубай это перекресток всех дорог там встречаются люди абсолютно из всех стран мира и основной язык общения там английский поэтому вот такая идея что объединить людей различных культур различных направлений через три языка and for our english-speaking audience which we also have big hello to those who already joined us and those who will be joining who will be watching us in instagram feed later on we are talking today about wedding traditions in three languages russian german and english and we are sitting today in this beautiful weekend on beautiful sunday morning we are sitting in our studio in beautiful bavaria in nuremberg which is the capital of franconia a very very interesting region and we will we will talk about it in some other time but speaking of wedding traditions there is lots to talk about and sometimes we don't even realize the things which we choose for our weddings or our family members weddings are actually very traditional thank you assalamu alaykum tamu shali akhtaram друзья salamu alaykum cheers cheers или просто как говорится я пью зеленый чай марина пьет минеральную воду это кстати одна из традиций о которой мы сегодня поговорим и так ваше здоровье как говорится наше почтение трое сон тоже почему ребят кстати пьют зеленый чай именно у нас центральной азии в таджикистане вот марина с казахстан она пьет чай зеленый чай черный с молоком странно чай с молоком так вкусно для меня сразу пустыне верблюды все и красивые женщины об англии поговорим об англии об англии поговорим а сейчас пожалуйста мы начнем нашу традицию с музыки пожалуйста с музыки она начинается очень просто пару слов истории о так называемом пожалуйста вы включим ключи пардон секундочку включим музыку и так поближе нам пожалуйста и погромче знакома всем эта музыка наша и ваша которая всегда идет в самом начале мероприятия погромче пожалуйста дайте мне пожалуйста прошу а а КОНЕЦ Спасибо большое, ребята. Все знают о том, что это марш Мендельсона, что это марш Мендельсона. И вот немножко от традиции о марше Мендельсона. Многие называют его свадебный марш. И поэтому к нашей передаче мы приглашаем всех, всех, всех. Не те, которые хотят выйти замуж или жениться, или сыграть свадьбу. А все, кто участвует в этом великолепнейшем празднике 21 века. И мы каждому желаем, что это был праздник у вас один раз в жизни и навсегда. Свадьба 21 века. И начинается она со свадебного марша Мендельсона. Марша Мендельсона. И почему именно свадебный марш Мендельсона? Как часто путают. Потому что, когда часто подходят и говорят, а вы можете играть марш свадебный? И переспрашивают очень многие творческие работники марш Мендельсона. Они говорят, нет, свадебный марш. И здесь начинается уже традиция, когда надо, как говорится, пару нот напеть. То есть там, па-па-па-пам, пам-па-пам и так далее. Они говорят, да-да-да, это. Но никто не знает о том, что этот марш Мендельсона, так называемая якобы Людвига Феликса Мендельсона Бартольда, был написан очень-очень давно, 25 января 1858 года. Он не был тогда известным абсолютно. Абсолютно не был известен марш Мендельсона. Его сделал популярным пару лет назад, когда сам Мендельсон играл в Англии. В Англии королевы, принцессы, точнее, играл этот марш на принцессе Виктории и крон принца прусского немца, 25, тоже это было января, какого года сейчас, не могу сказать, не помню. Это был первый раз в пригороде Лондона Тоттенхайма, где стоит оригинальный орган, органная музыка Мендельсона. И он сыграл первый раз. И тогда, как говорится, потихонечку пошло в историю. Also, пару слов я говорю, что это же в таком случае, 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 в таком случае. В таком случае, в таком случае, в таком случае, в таком случае, праздник, праздник. Спасибо большое. И для нашего английского слушателя мы поговорим сегодня о том, что мы поговорим сегодня о самых важных традициях, традиционный праздник, который называется Бридалмарш. И обычно, большинство людей в мире выбрали марш, который был написан на немецкомпозитор Mendelssohn в 19th century, в 1843 году. И когда люди говорят, что хотят бридалмарш в нашей празднике, большинство думают о этой марш. Однако, это не только бридалмарш в истории. И есть еще одна популярная, известная, использованная, особенно в английском стране. Георгий расскажет нам, какой другой марш мы должны рассчитывать в нашем свадебном свадебном марш. Когда популярны два великолепных свадебных марша. первый нюанс начинается иногда между женихом и невестой, это свадебный марш. А он говорит, нет, это свадебный марш. Итак, слушаем. Поехали. 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 Спасибо. И вот здесь идут два нюанса, то есть, это свадебный ваш или это свадебный ваш, или это марш Медельсона, а это вторая часть. И мало знает, кто даже творческих работников, то есть которые проводят свадебу многие года, может быть уже второй век, что второй нюанс, который мы сейчас вам предоставили в натуральном варианте свадьбы принцессы своей будущей супругой, это свадебный марш, марш, также называется Людвига Вагнера, Людвига Вагнера, который написал тоже, Рихарда, пардон, Рихарда Вагнера, который написал тоже очень-очень давно, и вот эти две половинки, они очень популярны, и Рихард Вагнер сделал когда-то марш Медельсона еще более популярный после его смерти, и это, как говорится, вошло в историю. Поэтому, если будет играть или первый марш, марш так называемый Мендельсона, или свадебный марш Мендельсона, или вторая часть, или продолжение свадебного марша Рихарда Вагнера, вы не ошибетесь, и поэтому не испорьте, пожалуйста, это традиция, которая в любом случае вам юанс предоставит. Пожалуйста, Маринечка. Медельсона 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 и так, и так, когда-то возродился этот марш Медельсона Медельсона или свадебный марш, который мы сегодня наслаждаемся. Все, что говорить о Рихарде Вагнере, который написал вторую часть, или продолжение свадебного марша, и продолжение впустил его в великую, великую нашу элиту свадеб. Большое ему спасибо, но надо не забывать о том, что финансовую поддержку спонсором, меценатом, олигархом был король байерский, это Людвиг. Людвиг, не надо забывать, что все-таки великие вещи, вещи делаются, рука, руку моет. Если мы еще не настолько богаты, ищем королей, королев и так далее, и так далее, и в любом случае всегда какие-то произведения останутся у нас, у нас навеки. Это мы желаем, и поэтому о традициях сегодняшних 21 века свадеб. Если кто-то говорит, мне не нужны традиции, они нам не интересны, это все прошлые века, задача бабушек, дедушек, в жизнь не соглашусь, потому что сказать друг другу, да, это уже маленький нюанс, капелька бриллиантовая, традиция, на это надо силу воли, обручаться кольцами, это тоже традиция, естественно, забота друг о друге о платье невесте или жениха, это тоже традиция, неважно какое, какое будет платье, длинное, короткое, какого цвета, также костюм, но эта традиция должна быть что-то специфическое. какого цвета, все, 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 по этому слову, что я сказал для вас. Ну, что мы сейчас говорим о том, как важно следовать традиции в наших wedding celebrations. И, конечно, мы понимаем, что мы все модернные люди, и иногда мы думаем, что традиции очень old-fashioned, и мы не нужны традиции в нашей жизни, мы хотим быть современной, мы хотим быть модернен, мы хотим делать то, что мы хотим. Однако, есть некоторые очень хорошие традиции, которые мы не понимаем, что мы не понимаем традиции. Бридалл-драсс, например. Every bride wants to look beautiful, и она хочет wear special dress на ее special день. Так вот для мужа, который хочет выглядеть прекрасно. Он хочет быть красивым, он хочет быть очень любым, и он хочет поменять этот день за все время своей жизни, и он хочет иметь только один праздник в жизни. И все это приводит к нам, что мы все еще не будем традиции. И, конечно, музыка. Музыка – это очень важная часть для любого праздника, и особенно в праздник. Когда праздник идет по празднике, или в кер-классе, или в кер-классе, то есть музыка. Что мы хотим выбрать, чтобы играть в этот момент очень важный и меморабельный момент? Спасибо, да. Конечно, рахмат. Саламад бушат, рахмед. Таша Кур на всех языках можно говорить. Шукран. Шукран, точно. Спасибо большое. Итак, еще раз нюансы, ребята. Очень важно, ребята, обратить внимание на традиции, там, где мы находимся, неважно в какой точке мира, не важно, кто в какой национальности. И первый нюанс – не давите друг к другу, а вот у нас так, а вот у нас так, ты такая национальность, а у нас такая национальность. Находите сюда какую-то серединку. Кто-то, у кого-то есть нормальная привычка или традиция идти в церковь. В какой, опять же, нюанс? Я такой-то верю, ты такой-то верю, я верю, я не верю. Верю – это не значит, что кто-то не верит, это просто кому-то чего-то не доверяет. Есть такой нюанс. Внутри всегда человек верит. В первую очередь верит в себя, в кого дальше – это уже нюансы. Понимаете? Это очень важный нюанс. И поэтому, прежде чем решиться на свадьбу, на вашу свадьбу 21 века, я всегда советую молодым, которые решают, ребят, посмотрите еще раз в глаза друг друга молча, ни слова не говоря. Будет это одна минута, две минуты, пять минут, десять минут. Но в ваших глазах постарайтесь даже не моргать в эти минуты, держите взгляд. Вы прочитаете всю вашу жизнь с того момента, когда вы познакомились. Чтобы не получалось так, как в фильме не может быть. Мы решили пожениться. Вот уже знакомы три дня, а уже решили пожениться. Она говорит – не три дня, а четыре дня. То есть должно быть все, говорит, чинно, спокойно, благородно и с традициями. Какие вы выбираете – это ваше дело. Я никого не хочу хвалить в наших передачах. У нас будет каждое воскресенье в 11 часов дня, так как уже хорошо позавтракали, брать нашу географическую нюанс. Кто-то уже на обеде, кто-то на ужине. Такое тоже быть. Я не хочу никого хвалить, перехваливать. Какие-то рекламные магазины делают. Тут платье лучше. Я лучший музыкант. Я веду там на 5-6 языках без остановки день и ночь 25 часов в сутки. Это не наша стратегия. Пусть люди выбирают сами. Никого ругать я тоже не хочу. Ни музыкантов, ни тех, кто делает прически. Ни в коем случае на вкус и цвет товарища нет. Если взять, допустим, сегодняшние наши напитки. У меня чай. У Марины минеральная вода. У меня зеленый чай, как я сказал. Это вода 90%, 99%. Но это напиток, который утоляет жажду, который доставляет удовольствие. Как ваше здоровье, господа? Ваше здоровье. Всякий случай. Поэтому все, что вы будете выбирать и подсказывать те, которые организовывают свадьбы, подсказывают невесты мне свадьбы с жениху или невесты. У меня очень странное выражение. Сделаем вашу свадьбу под ключ. Я крутой. У меня какой-то там сертификат, диплом там. Ради бога. Это никому ничего не запрещено. Пусть хоть золотой медаль, золотой медалью. Но весь нюанс я всегда говорю так. Ребята, самое главное в жизни, неважно какого у вас образования. Многие закончили школы, университеты, музыкальные школы с великолепным образованием и с медалями. Золотая, серебряная, какие они там были и так далее. Главное, что вы делаете дальше с этими медалями. Только рисуетесь или вы можете показать свое искусство. Опять же, здесь и вкуса, и цвет товарищей нет. Один хочет свадьбу сделать в народном варианте, один в чисто в русском, один в немецком, один в перемешанном. Я обращу внимание на все-таки все 15 национальностей или 15 бывших республик Советского Союза, которые находятся в Германии. Это огромная русскоязычная армия, я скажу, я всегда говорю армия. Мы не население, мы не переселенцы какие-либо. Мы армия русскоязычная, где нас когда-то воспитали по тем советским... Викинги. Да, викинги русских законов. Мы в этом не виноваты. Мы случайно тогда родились там. И мне, я помню, учительница музыкальной литературы всегда говорила, ну ладно, Душамбе, ладно, Душамбе. Ладно, там парк Ленина, ладно, пусть парк Ленин. Пусть речка там Душаминь-то, ладно. Гора там, гора Памир, Памир. Памир город тоже хорошо. Но почему ты находится где-то не у Нью-Йорка? Вот, поэтому мы никого не ругаем. Мы только хвалим и хвалим. Выбирайте вашу линию. Старайтесь, чтобы было интересно. Очень почему-то странный нюанс. Говорят, свадьбу надо делать за год. Забить там фотографа, там того, сего. Забить на класс, забить. Мы за две недели подготовились. Я говорю так, ребята. Можете всю жизнь готовиться. Все равно пройдет это не так, как вы планируете. Это тысяча процентов гарантия. Здесь надо уже фантазировать. Людей набирают такие, которые проводят свадьбы с фантазией, чтобы они были готовы к разным переменам. И таким и таким. Никто не скажет стихотворение ни папа, ни мама, ни мама, ни мамы, ни тети, ни дяди. Так как они их выучили. Кто-то стесняется. Тот же жених и невеста. Она, может быть, такая настойчивая. А он расплачется от счастья. Понимаете ли? Такое тоже может быть. Поэтому, если мы начинаем с церкви. Мы сейчас показали маленький пример. Что именно в церковь заходит не жених с невестой, а уже публика готовая в церкви. Это опять у кого как в церкви. Я не хочу точки ставить, что это надо так или так. У кого-то гости встречают жениха и невесту на улице. Опять же надо смотреть по погоде. У кого-то внутри выбирайте сами. Самое, что интересно, основная закона, что если вы находитесь в церкви, папа-невеста ведет к жениху, где он уже стоит впереди у алтаря, ведет к невесту. Если мы обратили внимание сейчас на принца английского, который вел принц Харри, папа его вел, так как у невесты, у будущей супруги Харри, папа был больной. И тогда поэтому здесь смотрите, смотрите эти нюансы очень так-то мелодично. Грамотно обходите, кто больной, кто не смог приехать и так далее, и так далее. Это очень важные нюансы. Но если поведет папа, или один папа, или второй, если нет у кого-то, может быть есть кресты такой, который еще может быть круче, поинтереснее, по могущественнее. В этом плане, пожалуйста, дедушка, прадедушка, то планируйте как хотите. Итак, любые гости, фантазии есть gefragt. Есть gefragt, что вы должны фантазировать, всегда, всегда, всегда. Возвращение и время. Мария, пожалуйста. So, пожалуйста, второе дело. Please. Yes, thank you, George. We are continuing our discussion about weddings with traditions. And we've been talking about a very important part of the wedding ceremony, which is in the church. Это момент, когда Брид и Грома приходят в Крючке, и они входят в Крючке. Так что, традиционно, Брид и Грома сидят на altar и ждут его Брид и приходят в кастрюле. И, обычно, это Брид и Грома приходят в Крючке. Но, в мире, в современном мире, есть различия, как это не только Брид и Грома, или 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 Грома, из каждой семьи. from either family there are so many so many variations so many ways we've been looking at the wedding of prince harry and megan markle and because of megan's father was in the states he was not well at the time of the wedding um prince prince charles the father of the groom actually took the bride down to the altar where the groom met her so there are so many things to go about it and there is no right or wrong thing and we as um as experts as your advisors as your assistants uh of course we're here to to help to brainstorm with you to suggest uh to recommend preparations wedding preparations wedding ceremony wedding celebration preparations is equally enjoyable time you know and let's make the most of it thank you so much thank you thank you thank you for that what you said to us marina and on the other hand we will again our republicans have money to do with the preparation of the holidays and the advice and all the messages that it should be better and better and better so guys take our Germany to take a lot of borders and today in Germany there are many перемешанных национальностей и особенно где мы находимся какой-либо границы там в основном деревенские населения у нас нет очень больших городов германии вы сами об этом знаете все маленькая скромненькая незаметная немецкая нация очень скромна до некоторого пункта но это ничего такой бывает потому что если взять нюрнбек adidas здесь пума здесь есть и так далее так далее нюрнбергский процесс тоже есть сами понимаете без этого обойтись нельзя но все идет вперед все идет вперед так ребята обратите внимание на национальности на той страны где вы живете не надо вам поддерживаться какой-либо традиции делал ее кто-то навязывает делайте что вы хотите что вам нравится чтобы вам было очень очень интересно потому что говоря уже о том где покупать кольца какие-то там или туфли для кого-то питание каких кондитеров брать какой торт часто ходит кто-то кому-то на какие-то свадьбы день рождения юбилей и говорят вот это там так я это хочу я это не хочу вы поймете такую нюанс о том что в каждом зале каждый день всегда проходит по-новому невозможно сделать одну и ту же сценку одинаково если вы смотрите кино или театр там идет все по 100 по 200 по 300 раз пару сантиметров пару миллиметров пару кадров переснимается для того чтобы поймать этот момент и поэтому когда идет уже такая импровизация на вашей свадьбе или подготовка свадьбе наберитесь нервы и действительно идите с этой дорогой уже не только к свадьбе чтобы поставить галочку дамы поставили галочку важно пролетели там вертолеты самолеты лампочки там голуби и так далее так далее главное чтобы это для вас была история мы недаром начали именно с хороших больших залов я хочу сказать что сегодня большие залы они не очень дорогие надо просто мама поймать момент почему надо обязательно сделать именно церемонию свадьбы заключение вашего и силы и вашей любви в церкви именно в субботу я скажу так вот мне спрашивают где я беру свадьбы я действительно даже в сегодняшнем положении играют два-три мероприятия мероприятия по европе в этой ситуации почему потому что это очень просто я секреты рассказывать не буду я подсказываю нюансы я еще раз напомню что я никого хвалить не буду ругать тоже никого не буду весь свои специфики и по процессу бизнеса я об этом полностью категорически отказывать где я беру свадьбы как я набираю клиентуру и так далее так далее я об этом говорить не буду никогда и когда мне говорят подкинь мне свадьбу такими свадьбу такие за можно может картошку куда-то понимаете дополнительную порцию шампанского но покидывать я никому ничего не хочу и ни у кого брать тоже не буду это моя стратегия была многие говорят вот и там на свадьбах начал играть рано в детстве у тебя много знакомых там по всем миру ля-ля-ля-ля но вся же весь нюанс в чем что если мне когда-то я когда кому сыграл свадьбу рекомендует уже папа ребенку своему сыну а он рекомендует уже своему сыну хоть хоть не хотите не хотите я не скрываю свой возраст у скоро будет 99 лет скоро я хорошо выгляжу неплохо стараюсь и свадьбу уже играют третьему поколению это моя стратегия разводы приглашают играть скажу честно три развода в жизни сыграл три развода один в шамбе один в ташкенте один во франкфурте вот честно три развода и очень было приятно я очень много не соглашался так как я им же играл когда-то свадьбы им а теперь развод мы долго мучились мучились все-таки нашли такую струнку хотя мне как говорится разводящие пары говорили о том что все уже наругались друг другу как говорится показали все нюансы все разделили делить нечего нужно отходная и вот такие три отходные я сыграл то есть я провел мероприятия так что на последнем танце на последнем танце они все стали целоваться когда им крикнут горка естественно мы публику подготовили все плачут подогнали детей я буду еще и внуков с последними аккордами кричали горки и в этот момент они поворачивались со слезами оба на глазах со всеми родственники сказали все больше когда расставаться не будем дашь развод опять был свадьбы я читал уже развелись да да уже уже было такое я сказал четвертый раз я наверно не соглашусь потому что это здесь тяжелые моменты когда такие вот как говорится 22 отряда встали то есть разделились и потом их соединяет начатки понимаете это такой специфический момент внутри разуме удалось и как немцы говорят хорошие вещи делать три раза русские защища говорят бог любит троица четвертый раз я не хочу принципе не хочу это никому до советовать для этого надо быть очень близкими сам с собой ими половинами родственными очень близко знакомы чтобы на это решаться естественно знать все нюансы окей вот поэтому следующий раз которого перейдем по поводу церкви я сказал будет ли это в церкви или это на свежем воздухе решаете сами где у вас будет какое мероприятие решаете сами я раз повторюсь я никого ругать не буду никого хвалить не буду я говорю золотую серединку кого я могу хвалить это нас с мариной то есть я себя хвалю даже не похвалить больше что делает творческим работникам или хлопают говорят ох супер или ругает так всеми нюансами почему потому что работаем утром работаем днем работаем вечером иногда приходится работать в третью смену нас это тоже ругает на что делать работа же нервная понимаете вот теперь опять же когда приезжает супруг уже когда в первые перед свадьбой он занят и так и так и кофе в постельку и цветочек для ля-ля-ля-ля ты моя там для ля-ля-ля-ля и наступает после свадьбы какие-то будние дни и моя не принцесса ты даже не королева ты королевна и через пару недель пару недель по закону по закону физическому закону женщина все-таки спит дольше мужчины это нормальное явление и теперь вопрос что проходит пару недель пару месяцев после свадьбы вопрос к марине кто готовит завтрак муж любимый вскочил вопрос то ровно вместе за что за что я ее и так и так и туда на руках и туда на ногах и на себе и так и так и все туда и туда хочешь налево хочешь направо хочешь мороженое очень пирожное и за что в один момент они тук 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 а где кофе даже не тук 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 а так а кофе и вот представьте вы творческие работники мы приезжаем иногда не очень поздно а слишком рано домой после моего приезжаем его только глубоко уснул и тебе вдруг тебе в ушка так кофе 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 думаешь кофе господи за что опять за что здесь начинается кидится многие нюансы это говорится не только творческих работник а те которые работают в различные смены маленькой пару слов пожалуйста тоже сказал на английском языке и не стесняйтесь звоните пишите мы все ответим опять не вас мы не даем совета мы только рекомендуем те какие-то нюансы вы сами все выбираете все советы хороши но великолепные советы никто не расскажет косты лес профи об этом но прежде чем я расскажу для нашей англоязычной аудитории я просто хочу поприветствовать наших гостей я смотрю что у нас нас смотрят нюрнберг алмата она смотрит франкфурт израиль шалом дубай и замечательно и даже присоединился нью-йорк кто-то кто-то прямо вот не спит группе на кто-то кому-то не спится но это очень-очень приятно ребята потому что на самом деле мир стал такой маленький даже со всеми вот со всеми этими нынешними ситуациями до закрытиями границы но все равно все равно мир у нас в голове менталитет у нас сейчас такой современном в 21 веке в современной жизни что мир очень маленький и мы можем жить не только на две страны можем жить уже на три на четыре страны мы можем да у нас есть родственники просто вот в английском языке это называется rainbow family у меня родственники в алмате в киеве в нью-йорке в калининграде у меня родственники по всему миру у меня родственники в инсбруке у меня в скромной деревне баварии скромной деревне ну видишь каждому свое как по-английски будет каждому своему едем дизайнер поэтому действительно мы сталкиваемся с различными культурами мы сталкиваемся каждый день причем не не только на рабочих местах не только в бизнесе не только в социальной жизни в семейной жизни мы мы очень тесно переплетаемся пересекаемся у меня очень много есть друзей которые состоят в международных интернациональных браках и дети у них воспитываются на двух на трех языках я переведу да да потому что ну как то хочется поделиться и это нормально например живя в дубае я привыкла к такой ситуации когда собирается компания друзей мы все сидим за одним столом или там какая-то вечеринка и между собой мы говорим по-английски а внутри нашей группы несколько может быть три-четыре различных языка совершенно разных совершенно разные культуры совершенно разные разные воспитание образование но вот так вот получилось то есть вот это наше космополитичное общество во всем мире они же еще и женятся между собой ребята понимаете и встает вопрос а какую мы свадьбу будем делать русскую немецкую казахскую английскую американскую австралийскую а может арабскую может китайскую в общем вариации миллион и поэтому нам приходится мы два профессиональных музыкантов люди с профессиональным музыкальным образованием с дипломами у меня даже красный диплом искусствоведа я купил я сама а я сама а я сама внешне музыкальные ноты но заработала да вот мы но но мы учимся мы учимся каждый каждый день мы ему что-то изучаем даже сейчас до начала эфира мы читали мы обсуждали какую-то информацию обменивались потому что по-другому никак и то что работала скажем 20 лет назад 10 лет назад да в прошлом году то что происходило и как делали свадьбы еще в прошлом году уже сейчас нужно трансформироваться нужно меняться и теперь по-английски now i will repeat the same in english because the conversation is really interesting and thank you so much for joining us this sunday morning this beautiful sunday morning филен филен данк геннау данкешер херсли херданкешер for joining us and this is how we speak we mix different languages why because we mix cultures in our everyday life we we come across different cultures we come across different languages we have family members of different nationalities we have friends um or relatives who are married to representatives of other culture i have lots of uh uh female uh female friends who are married and russian-speaking woman is an is a unique bride literally she can be a good wife to a man of any cultural background she can be an excellent wife to a european man to an asian man to an american man australian man african man uh arab man a turkish uh husband any husband of any nationality will be very delighted to have uh a wife from a soviet union block from cis countries blog why because our culture is very very complex yes isn't it thank you thank you so much thank you very much thank you by the word of the word also marina said and we think today that our women our women extra also unique women in the world and we are really happy when we take what we want to have and want to and that we are together at the front march to our love that is very important that I wish I everyone and I often ask where today we meet with the girls and guys with the discotheque закрыты бары закрыты на улице подходить нельзя опасно магазинов это маска все ходят фишку я придумал высшая фишка срабатывает высший вариант на некоторых нюансах я уже в некоторых передачах наши говорил я еще повторю где сегодня знакомиться ребятам или девчата высший вариант в магазине идите простой магазин я в масках что-то выбирают и просто подойдите к любой барышне которая вам нравится или наоборот барышня подходит джентльменов снимите маску и прям громко скажите у вас маска на другой стороне по-другому наоборот в ее отделе поменяйтесь пожалуйста местами что делают они почти все даже не делают шаг нажав они и снимают снимают а потом смотрят а вам уже все понятно внешне открой личико от это срабатывает еще просто в голь чатай открой личико и все срабатывает 1000 процентов и тогда уже джентльмен знает о вуаля все мое как говорится если есть на чем как говорится вместе закупиться для начала или наоборот барышня говорит но интересный момент а там уже дело техники ребята не стесняйтесь больше непонятного нашим женщинам при первой встрече больше непонятного не делайте глупых вопросов не надо больше непонятно то звездочка упала там ты видел сегодня звездочка упала это вот и стоишь передо мной вот такие нюансы и которые ля-ля-ля просто сбивает женщина забыла что и надо там молока купить или там еще что-то там или мясо побольше для вас как говорится вечерком все нюансы это нюанс очень специфические поэтому знакомьте знакомьтесь знакомьтесь где угодно при каждом моменте если вы сегодня мечтаете и найдете в любом случае свою целинку я очень люблю это слово мне не совсем говорят нравится слова когда гордя хочу найти половинку свою познакомиться с кем-нибудь я много знакомых ребят я из принципа знакомить никого не буду уж то надо искать целинку я не могу предложить то что я хочу думаете я не могу положить это будет очень некую торга с моей стороны окей все таки мы люди горячий кипящий испытанный нарзаном нашей творческой жизни поэтому как говорится у всех свои нюансы варенечка парус но то что я сказал аммм yes for our english-speaking listeners george was talking about the current situation and many guys ask him where can we meet a girl how can we how can we introduce ourselves because everybody has their faces covered and we don't know what is what is behind the mask but that's that's in the in the middle eastern culture where woman traditionally closes her face and that intrigues man that creates curiosity and he wants to discover what is behind the veil so now the whole world in this situation when every man wants to discover what is behind the mask and george just suggested this um life hack the trick uh you can walk walk up to the woman you are interested and but just keep the distance you know i was gonna say uh what if she will jump out you know jump from you and say you must keep the social distancing please so keep your social distancing no problem but you can say excuse me your mask is um you put your mask the other way around and obviously a woman what what she will do she will you know she will start worrying how do i look like even if i'm wearing a mask still we are very concerned about our looks we want to be pretty and uh what she will do she will try to change her mask the other way around and voila that's what that's what you need you need to see her face you saw it and then the rest is the rest is up to you the rest is up to you the rest is up to you thank you the match feeling feeling down поэтому ребят знаком еще раз не счастливайтесь конечно приятно когда вы находите то что вам хотелось бы о чем вы мечтали о чем вы слушали какую-либо музыку как вам попал ваш образ такой и поэтому я никогда ни с кем не соглашаюсь когда мне очень многие говорят лишь бы человек хороший попался нам нужно сетями заловили в потом там забили там какие-то дожил хорошее место в жизни паркуйся дам или вот часто я вот кстати удивляюсь очень много передачам взять допустим как она давай поженимся да вот ларисе как лариса василиса пани звездочет для меня пикабель а вот она молодец а вот два нюанса у все-таки артисты народные что лариса что роза но неважно в любом случае они на экране каждый день были дай бога чтобы оставаться дальше ну вот одно слово я два слова я не понимаю вот когда они говорят и 1 2 часто лишь бы мужик хороший попался вы знаете вот это для меня я скажу что это не касается русскоязычной национальности именно с россией если брать допустим девчат здесь на западе которые живут здесь почти родились плохо говоря даже по-русски или хорошо говорят по-русски но долго живу по 20-25-30 лет и когда с ними встречаешься а где мужики перевелись на белом свете для меня это честно говоря не выйти в лес пусть тем более в баварии вот я не знаю честно слово для меня это почему не скажите у меня у нас ребят в этом плане я не могу сказать что я познакомился с бабой но у нас это вообще не принято вообще никогда не было неважно я позвольте с барышней с девушкой фасоном творческие люди говорят я познакомился с фасоном почему с фасоном кто она модель его фасон в творческом понимании это еще круче мне все заложено все внешность внутренность у ясность разум будущие хозяйки боже матери и моей верной сопутницы если женщина ожидает от мужчины все все ждать и мы ей даем все то мы хотим то же самое поэтому две сильные стороны должны быть еще сильнее это моя стратегия она была есть и остается и как знакомиться дальше с девчонками и этом будет мой секрет отделе передачи много очень нюансов могу рассказать все-таки человек испытанный нарзаном и с моим творческим болезненным воображением я могу много что практического рассказать я сказки не читаю я между не пересказываю рассказываю сказки и жизни вот своим творческим воображением одним словом как вот вот какая должна быть женщина двадцать первого века ну в этом плане у меня очень простой ответ я думаю вы если не видели то посмотрите еще раз фильм бриллиантовая рука когда у хорошего великолепного артиста юрия никулина семёновича спросили какая была светличная не помню как звали как она выглядела он просто подумал и сказал она была и ответ был просто понятно вот такая понятно понятно поэтому разговоров нету какая должна быть женщина понимаете вы придете домой пацаны придете юноши домой плюс мама папа вот я познакомился девчонки хорошие я приведу и домой с вами познакомиться все я не могу и врус а какая она и если ваши папы мамы видели на фильме я уверен что они видели при одном движении мама папа или бабушка дедушка брат сватом она а у вас это есть фишка которая должна быть чтобы если мы удивляем мою любимую всю жизнь и каждый день в этой философии жизни то есть это мы хотели бы чтобы наша любимая также нас удивляла но все-таки когда мы удивляем каждый день но она так посмеется там по-своему милая барышня это сказать ой молодец там шутник юморист а сама по себе глупый а в другой точке ежи это интересно даже понимать все-таки пацаны же взрослыми не становится не становится самая все фишка что женщина становится благородней разумный женщин а мужчина как был пацаном маленький глупых хулиганчиком так остается это есть наша философия больше женщина нашему виду непонятностей это нравится мариночка ты сейчас научишь um well dear friends thank you very much for staying with us this beautiful sunday morning we're talking about wedding traditions and the first tradition we discussed today was the bridal marsh we discover we we realized not not everyone realizes that there are two equally famous bridal marshes existing and being widely played across the globe at million weddings one of them is the Mendelssohn's marsh written by the German composer Mendelssohn yes and the second for name you come here jacob ludwig felix Mendelssohn yes felix Mendelssohn well musicians know know this composer as felix Mendelssohn and the second bridal marsh which is also equally widely used especially across english-speaking countries is written has been written by um richard wagner exactly both are german composers romantics romantism is the direction the stylistic direction in in the classical music of 19th century and it was established it it was born in germany we know lots of very famous german romantic composers the most important elements of romantic music was focusing on the songs this is when lots of traditional folklore and city songs came into the classical music it was focusing on individuality or fantasy idealizing children and women and relaying lots of musical musical pieces to the to the historical history and yes if you guess a либо фройда дизе им архив лента алист наш алкен чем ты впечатали крайне проблем если сняйтесь потом уже все посмотреть у нас в архиве на нашей страничке или присылайте нам наши ваши эсэмэски и так далее так далее где мы будем высылать соответствующую информацию об мы еще раз проговорим тут нюанс что будем говорить про очень многие свадебные нюансы каждую суббогу вас за воскресенье воскресенье в 11 00 все нюански понемножку и будем обращать внимание кому что как выбирать что вы будете выбирать это ваше личное дело я повторюсь еще еще раз я никого ругать не буду хвалить не будут только нас марина и в этом плане я не стесняюсь почему потому что сам себя не похвалишь а стороны только аплодирует это самая главная философия по поводу музыки на свадьбе то что сказали по свадебные марши будет 1 или 2 и вы их объедините будет это на улице на свежем воздухе в церкви в зале выбирайте как вы хотите с классический с дуэтом с трио именно записанной музыкой это уже детальный вариант как вы хотите можно спеть очень часто это про поют когда но я советую каждому молодоженам молодой молодежной паре когда вы поженитесь уже слетайте времени возьмите в лондон в район тут дыхаем а где стоит эта церковь где когда-то прозвучал первый марш мендельсона это очень интересно и посетите также консерваторию в ляпциге мендельсона школу мандельсона побывайте у него дома где он жил как уже абсолютно очень скромные люди я на удивление скажу что я много посещал именно домов где родились композиторы писатели художники и так далее так далее очень очень скромные люди никакого фарса никаких движений никаких понтов честно нету и чем великий человек тем он скромнее даже на сегодняшний день по поводу музыки обратите внимание выбора и обратите внимание когда снимок из гейстикой с гостями нас был очень интересный вариант когда мы только начали свадьбу или какое-то мероприятие к нам один вид заказчик то есть получается руководитель мероприятия ли кто-то из женихов знакомых лёгких подходил и каждый каждую минуту подсказывал подсказывал и я не мог понять я еще молду для чего рано для игры для розовища какого-то на нас воровать невесту не сорвать туфель воровать кого воровать что подавать никак не можно было понять и он мне показывал показывал потом не выдержал где-то через полтора два часа комитета подошел выгонят серьезно игре и пугачёва старинные часы слабать можешь сколько можно тебе показывать понять сколько можно показывать он показывает на часы и поэтому эти нюансы говорите запишите записки только почетче а еще лучше конечно самый лучший вариант это обговаривать музыкальный репертуар жениха и невеста они заказчики обратите пожалуйста внимание и какую они музыку захотят такую 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 не такую раз такую на вкус и след товарищи нет и поэтому это будет будем эти нюансы также прорабатывать с вами буду подсказывать нюансы подказывать так называемые игры конкурсы викторины как их подсказывает свои игры конкурсы я не рассказываю их только видят я знаю что их очень часто копирует ради бога я не против я это не скрывал кто-то где-то увидел стал на пленку передавайте дальше будут только рад но у меня есть такие фишки не то что не скопируют или я скопирую какую-то игру или песню у кого-то самое главное как ее презентировать это важно вот так же по отношению питания что важно нужно подавать и например если брать уже чистый немецкие какие-то традиции для меня была тоже странная новость очень странная новость что в первую очередь подают подают на стол пирог и кофе для меня это было очень странно на немецких свадьбах понимаете вот чистым взять старинный вариант побывайте вот именно на чистых немецких таких старинных свадьбах я очень удивлялся там дворец кареты ля-ля-ля траля-ля прихожей запахами там вам здрасте пожалуйста бить еще на 7 вариматч там арахмед там и так далее так далее вдруг подают перед началом когда сказали выпили шампанское для молодых с первым тостом от родителей друг подали кофе и пирог для меня это было очень очень странно выбирайте пойдет пойдет не пойдет расскажем нюансы ингредиенты почему бы нам не поговорить об этой традиции в следующем нашем эфире we will continue dear friends we will continue our talks about wedding swiss traditions and now george was talking about all german wedding traditions which is very important for us in in this country so stay tuned next sunday at 11 am germany time and we will continue our discussions about traditions wedding traditions of germany and across the world so maybe you will find something very interesting for your wedding of your friends of your relatives я вот передан доказать вот вина часов на кстати колокола стучать у нас бьют колокола что сегодня был очень красивый колокольный звон свадебный утром у нас недалеко несколько церквей и где-то сегодня была свадьба хотя сегодня воскресенье и после обеда мы идем на церемонию потом у нас будет в пять часов вечера встреча с великим артистом россия ринатом ибрагимовым который покруче и может быть каких-то нюансах всех 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 его может возникла в русский повороте на одной линии поэтому в пять часов вечера германии и в шесть вечера московского времени на всякий случай мы проговаривать будем очень много нюансов по поводу допустим почему невеста в белом в основном есть какие-то разные нюансы почему именно на в белом есть розовое платье есть какое-то синее там красный неважно какое но в основном 99 процентов сегодня в белом невеста и вопрос же опять почему почему жених черно вот нюанс понимаете надо весь очень хитрые варианты которые будем проговаривать потихонечку буду подсказывать всех 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 и кто ведет мероприятия как это называет нам один тамадист шахматистом там модера дарис там плотники работники в тольские работники как угодно ребята главное чтобы вам понравилось что начать я певец я певица я модерист к там я тракторист к там я вокалист к там я там тоже там адиска неважно как кого кто называет главное главное чтобы питание было готово чтобы было хорошо весело и энергично понимаете вот меня допустим они часто все очень много говорят по фамилии гигдели гигдели я не знаю почему они по имени починить ни в одной стране мира кроме итальянцев рука и машине они что-то случилось у меня соседи долгое время были они кричали просто джорджа я бежал вниз что случилось итальянцы гол забилетов господи слава богу кому огонь неважно кому главное что забили понимаете и кричали все дети бабушки и дедушки вот и поэтому неё нюансы не пропускайте альфу амзон так едем зон так вы трэпин он сливы фройде али али кондицент введен али рейтих мотивирован еще у нас приятное известие что со вчерашнего дня выдал бы выдали закон и подали разрешение выпустили подтверждение что до 200 человек до 400 человек можно собираться на улице на открытой площадке пойду пожалуйста все движения готовы и 200 человек до 200 внутри с масками без масками страна от стране республика от республики все это решает сами по-своему но праздновать можно во все времена и поэтому звоните пишите приглашайте друга гости и моя философия ребята чтобы сыграть свадьбу сыграть вашим детям свадьбу и внукам свадьбу этой философии и когда смотрите видео 20-30 лет назад когда вы случайно попали куда-то на свадьбу кому-то и вас узнали что вы нашим детям играли свадьбу это действительно самые самые большие праздники парочка приготовь пожалуйста еще маршин бессона как только включится на движение сразу закончим и так поэтому пожалуйста не стесняйтесь звоните пишите у нас осталось пару минут мы всех еще раз приветствую всем али али данки шой данки шина на ледицу сука каменсинь и фрагенштейн фунале републик полос анджелес нью-йорк торонто бостон лондон москва москва и так немножечко еще пока чтоб машина что пошла азу билеты секунды не штатан а еще у него целый секунды и местополей и так всем еще раз здравствуйте со всех городов со всех столиц вы хорошие вам желаем подготовки всех все всех и так внимание последние 20 секунд с чего вы начали темы и закончим тем кончим всем приятных выходных верина из выгонки эврион сиеных сандэй чао чаще вам зайдите алик луки луки лаки 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 будьте счастливы счастливы и все